Всем привет! Всех с наступившим праздником! Хочу поздравить! Я сегодня в такой яркой кофте, чтобы подчеркнуть свое хорошее настроение. Весь ухваздался уже при создании вот этих вот обстановки, съемки для Мукбанга. Это просто что-то с чем-то. Внизу вот эта кофта, блин, вся испачкалась в свекле. Я буду замачивать, как-то отстирывать. Короче, как обычно, ё-моё. Только начнешь снимать, начинает кто-то испачкался, кто-то бродит, начинает стучать чем-то. До этого все сидят, понимаете? До этого все сидят, и всё. Тишина, спокойствие. Ну что, Христос воскрес. Надеюсь, Он воистину воскрес, да? Надеюсь, Вы уже покушали куличей, яиц наелись, Пасхи. Самое время поужинать, так сказать, плотненько и крепенько. Сегодня мы с Вами в прямом эфире готовили селедку под шубой. А также мы с Вами готовили вот этот вот замечательный салат. Помните? С ветчиной, с сыром, грибами, шампиньонами, пережаренный с лучком. Ну, в общем, тоже вкусненький, он здесь уже не вместился в кадр. Но самое главное, это селедка под шубой, что Вы с Вами сделали. Уже всё, просто надо сожрать что-нибудь. Хотел, в прямом эфире бахнуть коньячку, но не стал. Это потом отдельненько уже. Кослеты делал сам, из фарша, но лепил сам. Очень вкусные. Офигенные. У меня, значит, котлетки. Начинают все бродить, бродить. Кого куда несёт. Огурчик. Самое оно. А ещё у меня тут шницель есть. Из индейки решил сделать шницель. Ну, отбивные в духовку замариновал. Сверху помидор, сыр. Тоже сейчас будем пробовать. Так, кстати, оценят. И, конечно же, пюрешечка. Она уже подстыла, но ничего страшного. Я очень хотел попробовать селедку под шубой. Давайте мы с Вами бабахнем. Та самая настоящая российская селёдка под шубой, знаете. Я после приготовления в прямом эфире... Кто был, кстати, напишите, пожалуйста. Умудохался так, что вообще... Давно я так не уставал. Потому что в Турции я практически не готовил. А здесь вот приходится наготавливать. Но ничего. Зато домашняя еда своими руками, да? Тоже чем-то накладывайте обязательно. Я знаю, что некоторые с одной готовили селёдку под шубой одновременно. Какие-то сочные. Фарш из индейки, кстати, я брал. Индиалайт, который я показывал в распаковке. Очень вкусно. Давайте вот этот салатик ещё попробуем. Тут шампиньоны. Ветчина, сыр, яйца. Майонез с чесноком, кстати. Такой прям ядрёненький. Ну что, хотел рассказать вам историю, как Артёмка, то бишь я, хотел однажды стать звездой телевидения. Я звездой телевидения. Это было 10 лет назад, в 2012 году. Когда я работал барменом в Коломне. Огурчики Альтас. Пью я с вами минералочку. Продолжаю. Ну вот. В интернете есть кастинги. Я решил поучаствовать. На самом деле было много разных кастингов. Но я поехал на один в Москву. Я думал, что это может быть какой-то лохотрон. Понимаете? Я позвал с собой подругу, которая работала у нас официанткой. Тоже Женька. Ну вот. Если Женька меня вдруг смотрит. Но это вряд ли. Привет. И вот едем мы, значит, в Москву, в Останкино. Голые, басы. Знаете, такие. Денег только плюс-минус на билет. И обратно. Давайте стейк попробуем отбивную. Без майонеза. Просто филе индейки. Отбиваете. Специи для курицы посыпаете. И подсолнечным маслом. Можно, кто любит горчичку, кто аджику добавить сверху. Тоненькие помидорчики. Сырку немножко. И в духовочку. Ну, на полчасика, наверное. Это божественно. Вообще. Уже не знаю, куда положить. Очень вкусно. Очень. Ну вот. Еду я. С Женькой. По-моему, мы на электричке поехали. Не помню. Или на автобусе, или на электричке. Я Женьке говорю, Женька, поехали со мной. Я тебе все оплачу. Дорогу. Ну, вот не помню. Мне кажется, там, кажется, он за себя в итоге платил. Приехали. Мне выписали. Ну, изначально мне прислали текст на изучение. Чтобы я уже приехал подготовленным. Вот. И. Так сказать, отрепетировав, да, я уже начал там что-то показывать им. Напомню, я ходил в школе театральную пять лет. Ну, это такой кружок был, да. Ну, у меня всегда рвение было. Каким-то вот съемкам, знаете. Связано вот такое вот все актерское что-то. Вот мне очень нравилось. Я даже в Афгик хотел поступать после школы. Ну, жизнь повернулась иначе. Я пошел учиться на программиста, скажем так. Ну, вот. А кастинг был таков, что искали ведущего на роль, значит, ведущего на канал. По-моему, то ли пятница, то ли какой-то новый детский канал создавался. Точно не помню. Вот выписали мне пропуск. К Жене мы приезжаем. С горем напополам мы находим вот эти вот останки. На там же очень много корпусов. Вот это вот все. Не помню, в какой корпус нужно было прийти. Ну, как бы нашли. Приходим. У меня-то мысли, что сейчас как звезду встречать будут, понимаете. Ага. И звезду дешевого романа, знаете. Ну, вот. Какая-то очередь была. Пропускной режим. Каждый час, по-моему, спускался менеджер. И забирал группу людей, которые приходят. По-моему, я пришел, еще несколько человек в моей группе было. Нас забрали в Останкино. Просто можно потеряться в этих корпусах. Там лабиринт. То есть, когда я пошел уже обратно, я просто один не мог выбраться. Я попросил человека, мне помогли. Ну, вот как выбраться. Ну, куда-то там мы приехали. По каким-то коридорам, коридорам. Знаете, офшором этим по всем. Ходили, ходили, ходили. А сейчас я салатик это наверну. Селедочки подшу. Пюрешечка. Хлеб не хочу. Ну, вот. Там очередь из ребят, тоже молодых. Таких, знаете, как я, симпатичных, конечно же. Я подружился с какой-то, по-моему, девчонкой. Да, с девчонкой сдружился. Ну, прям вот там за пару минут, да. А роль, которую они прислали, она, по сути, там два лица участвует. Мы с ней сговорили, что будем репетировать. Сейчас вот там сколько, пять-десять минут у нас есть. И мы выступим, так сказать, не монологом, а диалогом. Вот нас заводят студии. Студия красивая, там свет и прожекторы. Новая какая-то, знаете, вот студия, съемочная площадка. Сидят три женщины, как сейчас помню. И камера. По-моему, две камеры было. Ах, ну, даже я не знаю, как вот они не вместятся вот так вот мне в кадр. В общем, огромные, огромнейшие камеры вот с такими вот объективами. И они говорят, вставайте. Они говорят, можно мы, типа, ну вот вместе, типа, это как... Там искали двух ведущих, парня и девушку. Поэтому мы подумали, вдруг нас вместе, знаете, возьмут. Встаем. Это была не Женька, другая. Женька меня внизу ждала. Она просто как сопровождающая. Она у меня чуть-чуть постарше была. Не знаю, она же еще и кушать успевает, да? Приятного аппетита, кто тоже кушает. Я помню весь текст. Я отрепетировал с ней. Девчонка, все прям, досконально. Там текст-то был легкий. Ну, что вы думаете? Говорят, камера, мотор, свет. Огромные вот эти пушки света. Вот эти три женщины стоят. Точнее, сидели они вот так вот смотрели. И нужно уже говорить текст. И я все забываю. Я просто все забываю. Это просто пипец. Я забываю весь текст. Я тут краснею весь. Мне неудобно становится. Я пытаюсь как-то что-то вспомнить. В общем, девчонку вот этого тоже. Я немножко подвел. Говорю, ну, типа, пускай она одна, говорю. Пускай она одна будет уже. Типа, ладно, без меня. Типа, я вот забыл текст. Мне сказали, хочешь повторить, типа, и это... Я не помню, выходил я второй раз или нет. Мне так было стыдно, что я забыл. Что вроде, знаешь, такой холеный, такой, знаете, вот уверенный в себе пришел. А тут вот просто вот эта вот обстановка, да, вот эта вот все профессиональная. Я забываю текст. Ну, сколько мне лет было? Десять лет назад. Сейчас 29. Ну, 19 лет мне было, да. Все правильно. 19 лет. В общем, не состоялся мой дебют на телевидении. Провалился с этим. И все. Я выхожу. Если ребята спрашивают, как да че. Я такой, ну, вот никак, говорю. Забыл текст. Все ржали просто. Валялись, блин. Это просто что-то с чем-то. Селедочки подшумая. Я этой селедочкой, блин, всю кофту себе испачкал на руках. Сейчас буду как-то отмывать. Не знаю. Может, машинка отстирает. Как-нибудь. В общем, как вам история, блин, моего несложившегося успеха? Ладно. Был еще один кастинг. Это уже попозже было. Да. Это было, наверное, лет 7 назад. Ну, может, 6-7. Вот так вот. Набор шел в дом 2. В дом 2. Который я в жизни не смотрел ни одной серии. Я не представляю. Ну, плюс-минус. Я знаю, что это такое, да? Но я не это. Никогда не думал. Тут смотрю набор на официальном сайте. У них я захожу на этот сайт дом 2. И начинаю заполнять анкету. Проходит сколько-то времени. Мне кажется, даже недели две. Может, больше. Я уже забыл про этот кастинг. А там я был фотографии приложить своим. Вот. И мне присылают, что мы вас приглашаем на собеседование на кастинг. Представляете? Я рассказал друзьям, девчонкам. Ксюшке, помню, с сестрами рассказал. Говорю. Они такие. Вот, давай, давай, Тёма. Сейчас ты там пробьешься и нас потом подтянешь. Типа, я такой говорю. Вы чего? Типа, совсем. Я и дом 2. Ну, я чуть-чуть постройнее, может, был. Но я и сейчас неплохой же, да, вроде? Это вообще. В общем, я не поехал на этот кастинг в дом 2. Но я был готов, что там вот эти будут разборки, всякие перипетии. Я не знаю. Почему я не поехал? Не помню. Короче, я не поехал. В общем, я дважды не состоявшаяся звезда российского телевидения, понимаете? Ну, как, как так можно было? Я вообще не знаю. В общем, что-то я поел, поел. Я после готовки ещё чуть-чуть же поел сразу. Это было в 3 часа. Где-то полчетвёртого, а сейчас время 6. В общем, ребята, это кажется, что так легко. Очень многие думают, что и YouTube это легко. Ну, знаете, 1, 2, 10 раз снять видео. Даже по 2-3 в день это легко. Потом измельнётесь. Вот вы устанете снимать каждый день. А мукбанги это вообще отдельное такое искусство, назовём. Что это надо всё наготовить, это всё надо выставить. 350 раз всё испачкать просто. Весь испачкаться. Настроить, чтобы освещение хорошо, чтобы блюдо... О, боги, это очень сложно. Я молчу. Вот про эти студии. Там вот действительно надо либо быть соптом уже, либо уже вот отученным что-то на актёрской, знаете, где поставлена речь, где ты... Ну, я был мальчик 19-летний. Конечно, я застеснялся. Конечно, у меня страх вот этой здоровой. Сейчас меня поставь, мне кажется, у меня никакого страха не будет. Вот честно. Более чем уверен. А вот на телефонную камеру я, допустим, тоже уже хожу и не стесняюсь снимаю. Когда кто-то там знакомый, иду, да, но они... Я иду снимаю, они идут и улыбаются. Естественно, я тоже камеру иду, улыбаюсь. Останавливаю, потому что, ну, не знаю, захотят люди вообще сниматься, да, или нет. Вот так вот. Как-то вот так вот. В общем, было очень вкусно. Я не знаю, мне больше не... Ну, так, огурчик, наверное. Ну, я еще съем. Я объелся просто. Потому что в Турции у меня уменьшился желудок. Я похудел. И в ноябре, и сейчас, когда я ездил почти на два месяца. Ну, вот. Вот такая кофточка. Оцениваем. Всем спасибо, кто не докушал. Тоже вам всем приятного аппетита. Я еще раз поздравляю всех с праздником Святой Пасхи. Христос воскрес. Всю неделю кушайте куличи, яички, Пасху. Особенно тех, кто постились, соблюдали пост. Им нужно восстанавливать силы. Им нужно потихоньку начинать кушать. Вот хлебушек, да, потом там яички и так далее. Поэтому давайте восстанавливайтесь в предыдущее, так сказать, состояние живое. Где вкусно и много еды в мире. И начинайте кушать вместе со мной. Всем спасибо, кто был на прямом эфире. Кто сейчас был со мной на Мугбанге. До новых встреч, друзья мои. До новых встреч. Я буду отдыхать сегодня. Утумился, как никогда. На связи. Надеюсь, завтра вас ждет новый уже Мугбанг. Потому что каждый день Мугбанге подержите меня пальцами вверх, пожалуйста. Это действительно работа. Которая занимает время, ладно. Это вот труд. Я сегодня полдня проторчал на кухне. Но это приятные такие, знаете, хлопоты. Так что всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.